Добрый день! Сейчас мы посмотрим еще одно видео на тему Игра перед комбинацией На этот раз для шахматистов Проблизительно между третьим взрослым и вторым взрослым разъядом Игра перед комбинацией в данном случае Это в первую очередь столкновение планов Одна сторона проводит свой план, другая свой И с помощью комбинации можно успеть осуществить свой план четче, сильнее, быстрее Помешать планам противника и так далее Она возникает, как можно так выразиться, разряд молнии У нас собираются какие-то доской тучи Обе стороны пытаются сыграть на одном фланге, на другом фланге В центре происходит какая-то борьба И все это приводит к каким-то комбинационным мотивам Комбинация позволяет нам Обеспечить проведение своих планов Поконкретнее, поточнее Там, где обычными средствами этого сделать было бы невозможно Комбинация может прийти нам на помощь Заранее нужно такие вещи просчитывать Сейчас мы посмотрим пару примеров Очень известная партия Очень известная партия Играли Юрий Львович и Айербах с Александром Александровичем Котовым В 1953 году на турнире патендентов В Цюрихе Так называемый международный турнир гроссмейстеров Об этом написана книга Давида Йоныча Бронштейна И она очень известна В такой коричной обложке Эта партия там получила приз за красоту На дебюте мы останавливаться не будем Сразу перейдем К каким-то решающим событиям Итак, вот в такой позиции Ясно, что она на пастериндийского типа Ясно, что Черные играют на кроевском фланге Белые на ферзевом Белых какой-то может план провести Б4 в будущем Но пока, похоже, преуспевают Больше черные Итак, белые занимаются профилактикой Они хотят сыграть Ладьей по линии G Понимают, что будет GF, GF Они для этого пешку на G4 поставили Но пешка на H3 выдвинута Очень неприятно Если бы она стояла на H2 и король на H1 Было бы для белых гораздо лучше Ладьей на G2 все надежно защитили А здесь Лидца рыхловато И черные пользуются этим Проведя такую атаку Сейчас больше стоять на месте нельзя Потому что после ладья F8 Они еще угрожают съесть Где-нибудь пешку на F3 съесть На связке Итак Сейчас ладья F6 Ладья H6 Черные хотят задвинуть пешку F4 Чтобы обеспечить место ладья на H6 И открыть ферзя Белые, в свою очередь, видят этот план четко Черных И решают, что надо им помешать Следующим образом Они не хотят Размена слонов Слон G5 можно задвинуть F4 Вроде бы размена слонов здесь для черных выгоден Потому что пешки стоят У них на черных полях У белых на белых полях Так что не хотелось бы белым менять слонов Они решают, что надо защитить конем пешку То есть выставить ладью А конем пойти на поле G1 Конь Е2, конь G1 И защитить пешку По темпам они насчитали, что не успевают А дальше они переключатся на игру Там, где они стоят хорошо На ферзовом фланге Слон F2 Ладья F6 И ладья лезет на H6 Конь Е2 Черные бы не успевали провести своих планов То есть на какой-то спокойный ход Ладья H6 будет конь G1 Но им помогает жертву ферзя Ферзь бы таштый и шах Брать надо, иначе сразу Король G1, ладья H6 Мат Это очевидно Взяли Король Выманили короля на свежий воздух Теперь оставшимися фигурами Хоть соединить их нет Нет ферзя Черные могут замотовать короля Но такую жертву нужно было обязательно заранее просчитать Здесь не один путь цели Черные не нашли самый быстрый путь цели Я предлагаю вам его самим поискать самостоятельно В этой позиции он есть Можно было Выиграть Побыстрее Но даже это не испортило партию Она получила бы из-за красоты Они дошли сюда конем И белые сумели Тянут ладью в защите Ладья F8 Шах Король G4 Какой-то аналог небольшой Мельницы Набили себе время 40-й ход Контроль Раньше Играли с откладыванием После 40-го ухода Они набили время И прошли этот контроль А дальше Спокойно здесь Выиграли вот так партию Съели ладью Теперь Ладья G6 Хотят слоном Либо слоном отойти В общем мат поставить Он съел слона И конь F6 Шах кстати очень сильно Здесь наверное С победой Теперь висит мат Ладья G7 Ладья F6 Мат Пришлось вот так отдавать здесь слона Иначе ладья H6 мат Потом под угрозой мата Ладья H5 Пришлось отдавать коня Постепенно Белые раздали все свои фигуры И здесь Они избежали мата Но чтобы окончательно его Сбежать Не получить на H6 Приходится давать ферзя Да мата после F6 Бет G8 Они белые сбегут Но У черных останется Чистый лишний Конь И это совершенно выигранно А теперь посмотрим Вторую партию Где играли Михаил Моисеевич Батвинник С Давидом Йоношем Браштейном Матчи на Пленденском Мира 1951 года Закончился на ничью 12-12 Как ни странно Эта партия закончилась ничью Хотя Позиция у Батвинника была Совершенно выигранная И так они разыграли Некий вариант Английского начала Голландской Такой гибрид То есть черные Сыграли голландскую А белые до пары До времени Играли английское начало Задвинули D5 Сейчас мало кто Так играет Это все Довольно Выглядит чуть-чуть странно Особенно за белых Но и слон Б4 Для черных Ход не совсем Такой типичный В этой позиции В общем Решили черные Что стоит провести А6-Б5 Продвижение Не играть на КРФ сразу Там у белых Много фигур Хотя черные Черным понятно Что надо играть На КРФ Там они хороши Вот Но они решили Что На А6-Б5 Как-то может быть Они сыграют Б3 белые БЦ-БЦ Обеспечим себе Полице 5 В общем Решили вот так вот Место для фигур Себе Обеспечить А6 Ферст С2 Белые пока не обращают Немного на планы черных И здесь собираются Провести Может быть Е4 Спокойно сделать Рекировку Слон Е3 Накоптить пешки А3 Б4 С5 И развалить Черных Б5 Белые заранее видели Что этот ход Плох Что он ничего не дает И тактически опровергается Пошли ФСБ3 Напали на слона Ну и размен это Не то что хотели бы черные Тогда у белых Два слона И активная игра И полице 5 Здесь Мы Б4 Всегда сыграем Ушли Съели В таком Немного ворском стиле Играет Бронштейн Считает Что после взятия Конь бьет А6 Сейчас уйдет Ладья Б8 Что это будет Очень здоровая позиция Конь лезет на Б4 Может быть Где-то он прав Но Конь А4 Теперь Если разменяться То съедят на Ц5 Все плюсы Позиции черных Как-то потеряются Но он думал Что Удастся съесть пешку Вообще Без малейших Потерь Странный ход Слон А7 Наверное Надо было бить на Б5 Как-то совсем Без чувства опасности Как будто черные сыграли Б6 Тычок Оп Тычок Один тычок Теперь если съесть То комбит Б6 Съели Съели И комбинация По слону А4 Б7 Это комбинация Вот так белые Заранее Ситуацию предвидели Произошла Небольшая Тактическая перепалка Игра перед комбинацией Ф3 Б5 Сюда Очень Я подчеркиваю Очень важно Видеть заранее Что Не ждать Что волшебным образом Комбинация Недется в позиции А заранее Рассчитывать Вот такие моменты Слон А7 Б6 Тычок И на этот ход Б7 Таким образом Белые выиграли Аж целую ладью Потому что Ладья на А8 Провисает Мы съедаем ее Со соединением ферзя Белый Черный съедает ферзя А мы ставим Нового своего ферзя Слон Б3 Б8 Ферзь И плюс к этому Зависают два слона Слон Б6 АБ Ферзь Б5 Здесь Получилась забавная Такая картина Что вообще-то Позиция Ну просто Абсолютно выиграна В Дрободан В Дорезбийске Выиграна Но Белые Вот какая оценка Вы видите Комб пишет Плюс 5 Весело 0-0 Ничего не боится Ферзь выбирается Плюс 5 Спокойная Достаточно позиция Матч на пьесе мира Плюс 5 Белые не выиграли Сначала они решили Что выиграют Четко с лишней фигурой Так что нечего Голу морочить Надо просто разменяться Так Ферзь вышел А потом оказалось Что вот эту позицию Выиграть не так-то просто Материала пешечного Осталось не очень много Две пешки За фигуру Здесь еще Конечно же Должно быть Технически выиграно Но тяжело Но тяжело Около плюс 2 Очень тяжело И потом они Даже ее в итоге Эту партию не выиграли Вот такой Редкий случай Такой Забавный казус Фаланга пешек Черных Отвлекла на себя Сила белых Здесь уже Белые не нашли Ничего лучшего Как согласиться На ничью Уж очень опасны Пешки Ф3, Ф2 Компенсация здесь Полная За фигуру Ну вот на этом Все Спасибо Помните о том Что комбинации Не возникают Сами с собой Нажав на доске Их надо готовить Субтитры сделал DimaTorzok